За молоком следят из космоса. Новый поставщик детского питания в молочной кухне Казани привозит продукцию из Зеленодольска. За маршрутом цистерн следят при помощи спутника ГЛОНАСС. Как работает система, сегодня продемонстрировали журналистам. Екатерина Кудинова продолжит тему. За передвижение молочной продукции следят из космоса. Чтобы творожки и кефир поступали к маленьким потребителям в срок, все машины оснастили системой ГЛОНАСС. В диспетчерском центре за скоростью доставки следят два сотрудника. Прежде комбинат работал только на районы республики. В этом году производство запустили на полную мощность. Поэтому продукцию доставляют и на казанские молочные кухни. Молочный комбинат имеет намерение увеличить почти в два раза мощность. Они сейчас занимаются реконструкцией. И цех детского молочного питания процентов, по-моему, на 70 увеличит свою мощность. Изменения потребители уже заметили. Отныне молочку фасуют в антибактериальную упаковку. Хранится она дольше. Поэтому и на молочную кухню можно будет приходить раз в неделю. Большой плюс то, что раз в пять дней можно ходить. И график с десяти до четырех. Потому что раньше ходили каждый день. То мороз, то слякоть. С ребенком не очень удобно в это время ходить. Продукты всегда свежие, высокого качества. И в общем, довольны. Дети с удовольствием кушают. Мой обычный пьет кефир. Очень любит. На цене ассортимента новшества не отразятся. Четыре основных продукта. Это кефир, молоко, смесь и творог. По-прежнему бесплатно будут получать две категории льготников. Рецепт выписывают детям до трех лет по медицинским показателям и малообеспеченным семьям. Екатерина Кудинова, Павел Прищепов. Вести Татарстан. Рецепт выписывают детям.